Доброго вечера, дорогие земляки! Коротко об итогах сегодняшнего дня. Заканчиваются 115-е сутки уже героического противостояния и сопротивления нашего народа против агрессии Оркостана. Не хочу даже Россией их называть. Напомню, во Второй мировой войне Франция продержалась против нацистской Германии 43 дня, Польша 36 дней, Нидерланды 6 дней. Мы же держимся и боремся уже 115 дней. И будем держаться столько, сколько нужно для нашей победы. И не просто держаться, но и гнать их, освобождая оккупированные территории нашей Родины. На нашем напрямку фронта ситуация продолжает оставаться напряженной, но находится под полным контролем ВСУ и военной администрации. По информации Министерства обороны Украины, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Одновременно противник продолжает минировать участки вдоль реки Ингулец. С целью сдерживания наших войск эти подонки стреляли из артиллерии, минометов и РСЗО вдоль всей линии соприкосновения. Под ударом оккупантов была большая костромка, это Зелендольская громада. Есть разрушения, но, к счастью, жертв нет, оттуда были люди эвакуированы. В результате обстрела Апостоловской громады жители также не пострадали, но была разрушена линия электропередач. Она уже восстановлена, спасибо нашим коммунальникам. Сегодня был прилет нескольких вражеских крылатых ракет в Ингулецкий район Кривого Рога. Я не могу дать всю информацию, но разрушения очень значительные. Ее втраты, а среди гражданских есть двое пострадавших. Медики оказали, конечно, необходимую помощь. На месте до сих пор работают спасатели. Поэтому еще раз акцентирую внимание всех. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Идет война. Как вы знаете, военная администрация Кривого Рога занимается не только организацией обороны нашего региона, но и восстановлением инфраструктуры декупированной части Херсонской области и оказывает помощь переселенцам. Ко мне обратился глава Херсонской облгосадминистрации и военной администрации о предоставлении помощи в организации выдачи выпускникам Херсонской области свидетельств об окончании школы. Конечно, мы откликнулись на эту просьбу, как и на все остальные. Определили учреждения для выдачи документов, организовали рабочие места, компьютерную технику для печати приложений с оценками. В Криворог для юных херсонцев уже завезли более 16,5 тысяч свидетельств об окончании школы. С 20 июня стартует печать приложений с оценками и выдача документов. Поэтому, у кого есть родственники или знакомые в Херсонской области, передайте им, что получение документов об окончании школы будет в Кривом Роге. По закону документы выпускники должны получить лично или их родственники, или представители по доверенности. Отправки по почте не будет, потому что за получение документа необходимо кому-то поставить подпись. Документы будут храниться в течение года в Кривом Роге. Что касается выдачи документов выпускникам Кривого Рога, мы ожидаем от Министерства в ближайшие дни буквально получения свидетельств. С нашей стороны мы тоже все организовали, ближе к датам выдачи сообщим процедуру. В городе обеспечена стабильная работа всей инфраструктуры, электровода, газоснабжение, работает городской транспорт и все коммунальные службы. Обеспечено усиленное патрулирование города с водными нарядами нацгвардии и полиции. И по традиции о наших мирных победах. Воспитанник Дю США номер 8 Артур Кузьменко завоевал золотую медаль на Кубке Федерации и Бокса Украины. Поздравляю с победой! Сохраняем спокойствие, выдержку, верим в наши вооруженные силы, нашего президента и нашу победу. Скучной вам ночи, дорогие земляки! Слава Кривбасу и слава Украине!